Продолжение следует... Есть такая мысль присоединить это к абонементу. Один раз они приносят этот QR-код, и получается, что в следующий раз не надо приносить с собой неподтверждающий документ. В Петербурге вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Сколько придется заплатить за услуги ЖКХ в новом году? На каждого жителя это составит порядка 80-83 рублей, в зависимости от степени благоустройства. Тарифы удалось сдержать ниже уровня инфляции. Более тысячи проектов из 97 стран и в числе лучших петербуржцы в Эрмитажном театре наградили победителей международного архитектурно-дизайнерского конкурса. К зимней спячке готовы. Многодетное семейство бурых медведей попало в фотоловушку в Нижнесвирском заповеднике. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но в некоторых регионах удалось снизить темпы роста заболеваемости. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Мишустин подчеркнул, что рост заболеваемости COVID-19 в российских регионах удалось сбить благодаря режиму нерабочих дней, указ о введении которых подписал президент Владимир Путин. «Свыше полумиллиона медицинских работников по всей стране оказывают помощь пациентам с COVID-19. И большая часть людей, которые переносят болезнь в тяжелой форме, это те, кто не прошел вакцинацию. Разумеется, всем заболевшим и дальше будет предоставляться медицинская помощь. Федеральный центр оказывает максимальную поддержку региональным системам здравоохранения, чтобы они могли справляться с высокой нагрузкой». По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, награничительные меры позволили переломить ситуацию с заболеваемостью. В том числе свою эффективность показала система введения QR-кодов. Как подчеркнул Мурашко, мера QR-код в обмен на услугу заметно сдерживает заболеваемость. Но тем временем в Петербурге начали действовать новые ограничения. В бассейны, фитнес-клубы, на церемонии бракосочетания и в развлекательные заведения теперь будут пускать только при наличии QR-кода. Вакцинации, справки о перенесенном заболевании, либо медотвода. Соответствующие изменения в 121-е постановления правительства вступили в силу сегодня. Как нововведения повлияют на, в частности, на работу фитнес-центров и ЗАГСов, расскажет мой коллега Дмитрий Копытов. Заметно на цифрах о сочетании на Фолштадтской улице QR-коды проверяют прямо на входе у стойки с надписью «Администратор». Сама процедура занимает всего несколько секунд. Нет, паспорт потом. Паспорт ЗАГСи, конечно, нужен, но сначала QR-код. Такова новая реальность, продиктованная эпидемиологической ситуацией. Этот квадратик с зашифрованной информацией о прививке теперь должен быть у каждого гостя церемонии. Иначе никакого марша Мендельсона. Исключение женихи и невесты, однако их близкие относятся к нововведениям с пониманием и даже философски. У меня закачано приложение, то есть никаких неудобств это не доставляет. Быстро приходишь, открываешь приложение, показываешь QR-код, подтверждаешь личность документом, и все очень удобно. Отношусь к этому абсолютно с пониманием. Адекватно. Я считаю, что эта необходимость продиктована сегодняшней ситуацией, потому что очень много заболевших, очень много умерших среди заболевших. Поэтому абсолютно согласна. Любителям поплавателей потекать железо в зале без QR-кодов теперь тоже никак. Сегодня же их наличие начали проверять в бассейнах, фитнес-клубах и увеселительных заведениях. Да, можно какой-то документ, удостоверяющий личность? В этом спортивном комплексе о новых правилах работы своим посетителям напоминали как минимум за неделю, видимо. Поэтому недовольных сегодня не единицы. Все прекрасно понимают, чем быстрее народ справится с этой болезнью, тем быстрее отменят эти все коронавирусные ограничения. У нас сейчас есть такая мысль присоединить это к абонементу. Один раз они приносят этот QR-код, мы его прицепляем к их абонементу, и получается, что в следующий раз не надо приносить к собой ни подтверждающий документ, ни сам QR-код. Система проверки будет только совершенствоваться, конечно, исходя из эпидемситуации. Две недели назад QR-коды начали требовать от посетителей музеев и театров, а также постояльцев в гостиницах. А с 1 декабря без цифрового символа не будут пускать в кафе и рестораны. Объекты розничной торговли за исключением аптек, автозаправок и продовольственных магазинов. Дмитрий Копытов и Сергей Улитин. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Ситуация с распространением коронавирусов в Петербурге остается непростой. Риск нового подъема заболеваемости пока сохраняется. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в традиционном обращении. Роспотребнадзором регистрирует в среднем порядка трех тысяч заболевших в сутки. Клава города еще раз напомнил, победить ковид-19 и обезопасить себя от тяжелого течения болезни поможет только вакцинация. В Петербурге уже привито порядка двух миллионов человек. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. У нас работает 177 стационарных пунктов и 49 мобильных. Можно выбрать для записи любой удобный день и время. Особо хочу обратиться к старшему поколению. Сегодня под угрозой ваше здоровье, а возможно и жизнь. Вакцинация – самое надежное средство защиты. По данным Комздрава, лидерами по вакцинации в Петербурге являются Адмиралтейский, Центральный и Курортный районы. По числу привитых горожан на первом месте Приморский район. Администрации Петербурга удалось сдержать рост тарифов ЖКХ в половину уровня инфляции. Кроме того, на рабочем совещании Александра Беглова отметили, изменения в оплате будут почти на 3% ниже пределов, которые для регионов устанавливает правительство России. Регулирование тарифов – это, прежде всего, баланс интересов ресурсосбережающих организаций и жителей нашего этого города. Поэтому принимаемые нами решения должны быть максимально выверены, прозрачными, но и, самое главное, понятными всем сторонам. Избегать резкого роста тарифов на ЖКХ правительству Петербурга удается с 2019 года. Все это время изменения оплаты коммунальных услуг остается ниже пределов, которые предлагает федеральное правительство. Все тарифы, которые устанавливаются на территорию Санкт-Петербурга, у нас социально ориентированы. Примерно на каждого жителя это составит порядка 80-83 рублей, в зависимости от степени благоустройства. Ну и кроме того, отметили в Комитете по тарифам за ЖКХ, петербуржцы будут платить почти вдвое меньше москвичей на 34% меньше жителей соседней Ленинградской области. Напомню, эти изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года. Воздух в Петербурге постепенно становится чище. К таким выводам пришли специалисты лаборатории экологического мониторинга. То, чем дышат горожане, ежедневно контролируют специальные автоматические станции, которые производят забор воздуха во всех районах Петербурга каждые 20 минут. И пока перемены в показаниях только к лучшему. Мария Марченко расскажет подробнее. 25 станций во всех районах города круглые сутки следят за состоянием воздуха в Петербурге. Это номер один в автоматическом режиме передает данные с песочной набережной. Угарный газ, оксид азота, диоксид серы и взвешенные частицы. Если хотя бы один компонент будет выше нормы, сигнал об этом сразу же придет в лабораторию. У нас в Санкт-Петербурге состояние воздуха хорошее. Оно оценивается ежегодно. По данным за 20-й год всех измерений, которые были получены, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге низкий. Специалисты объясняют, за последние годы воздух стал чище, потому что город меняет мазутные котельные на газовые, а владельцы автомобилей заправляют более экологичное топливо. Свой вклад в улучшение ситуации вносят и скоростные магистрали. Транспорт меньше стоит в пробках, а значит и вредные выбросы сокращаются. На данной станции мы получаем результаты измерения оксидов, азота, оксида углерода, диоксида серы. В специальном программном обеспечении превышение у нас подсвечены красным цветом, и, соответственно, операторы, кто анализирует полученную информацию, сразу видят, если что-то идет не так. Данные со всех 25 станций стекаются сюда, в лабораторию на Васильевском острове. Каждый день специалисты направляют их в Комитет по природопользованию, а в этой камере измеряют уровень пыли в воздухе. Весной пыли много. Самое пыльное время – это апрель. Меняется, правда, состав пыли. Весенняя пыль содержит пыльцу, зимняя пыль содержит частички сажи. На обращения жителей оперативно реагирует передвижная лаборатория мониторинга. В московском районе жалуются на запах сволхонской свалки, в Невском – на аромат жженого кофе. Так что, судя по этой карте, покупать квартиру лучше на севере города. Мария Марченко, Андрей Спиридонов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Губернатор города Александр Беглов подписал постановление, которое устанавливает периоды запрета выхода на лед. В Петербурге ограничения начинают действовать с 16 ноября и продлиться до 15 апреля следующего года. При этом налет Финского залива, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе, можно будет выходить в период устойчивых низких температур с 16 января по 14 марта 2022 года. В зависимости от погодных условий сроки могут корректировать. Я напомню, за нарушение запрета выхода на лед грозит административная ответственность. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Глава Росстата Павел Молков подвел промежуточные итоги всероссийской переписи населения. 330 тысяч переписчиков, контролеров и волонтеров обошли более 50 миллионов домовладений. 25 миллионов россиян внесли свои данные в анкеты на портале госуслуг. Поэтому эту перепись называют еще и первой цифровой в истории страны. Теперь осталось напросить жителей труднодоступных территорий. Окончательные цифры станут известны через год. Инспекторы комитета по природопользованию обнаружили следы химических веществ в Дудерговском канале. Проверку провели после сообщения петербургцев о массовой гибели рыбы в канале и в Полежаевском парке. Источник загрязнения пока что не установлено. Следы химической пены нашли в месте, где в Дудерговский канал впадает река Дудерговка, которая находится под федеральным надзором. Информацию об экологическом ЧУП передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. Но также комитет проинформировал Водоканал и Росрыболовство. 13 петербургских старшеклассников заработали свой первый миллион. Они стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Итоги подвели в Международном детском центре «Артек». Всего же финалистами стали 600 школьников. В их числе 28 петербуржцев. Все они получили денежные гранты от 200 тысяч до миллиона рублей. С победой школьников поздравил и губернатор Петербурга Александр Бедлов. Фотоловушка в Нижнесвирском заповеднике запечатлела подготовку к зимней спячке медвежьего семейства. Четыре медвежонка набрали нужный вес и готовятся залечь в перлогу. Предположительно, они заснут в начале декабря. И если их ничто не потревожит, проснутся только в апреле. Я отмечу, многодетная семья у бурых медведей явления редкая. Обычно медведица приносит двух или трех детенышей. Последний раз о случае многочисленного выводка в Нижнесвирском заповеднике был весь в 80-х годах прошлого века. Именно победителей международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотую трезину» сегодня назвали в Эрмитажном театре. В списке лауреатов есть и петербуржцы. Так, статуэтку в номинации «Лучший реализованный проект реставрации» вручили председателю КГОП Сергею Макарову. Усилиями комитета в городе восстановили памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади. Награду за лучшие проекты креативного пространства получил Севкабельпорт. Также золотого трезини завоевал манеж и творческая мастерская «Циркуль» за проект выставки «Неподвижность. Русская скульптура от Шубина до Матвеева». Культура как искусство и разговоры как искусстве, которым неважно построили или не построили, построили хорошо, не построили, еще лучше, могут построить еще, а все равно надо сохранять эти цели. Это не совсем стандартный разговор, но, по-моему, очень хороший, уместный и очень по-петербургский. С 2018 года проводится премия «Золотой трезини». Действительно, за этот короткий, казалось бы, промежуток времени она стала не только важной частью петербургской культуры, но и неотъемлемой частью. Специальную награду медаль имени первопредседателя правления Всемирного клуба петербуржцев Валентины Орловой вручили архитектурному бюро, которое восстанавливало церковь Рождества Христова на песках в Петербурге. В этом году название лучших в конкурсе «Золотой трезини» претендовали более тысячи проектов из 97 стран. Это четвертый конкурс. И, конечно, мы ожидали, что с каждым конкурсом проектов будет больше, но сейчас произошел некий качественный рывок. Наверное, мы достигли какой-то специальной точки, после которой интерес к конкурсу возрастает. Проекты победителя конкурса пополнят собрание архитектурной и графики Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также станут экспонатами на ежегодной выставке «Архитектура как искусство», которое состоится в 2022 году. Уроки, которые будут по душе и, главное, по вкусу любому школьнику. Студия кулинарии открылась на базе 619-й школы Калининского района. Пока в меню молочные коктейли и десерты, но в программе обещают и серьезные блюда. Как проходят уроки технологии, увидел Александр Денцов. Если дома, допустим, будете такую штуку делать, то обязательно такой стакан можно ручным блендером. Под строгим надзором именитого петербургского шеф-повара ученики школы 619 готовят овершейк. Это гипертрофированный молочный коктейль с большим количеством сладкого. Маршмеллоу, пончики, зефир, сливки и мороженое. И сразу же один из главных плюсов кулинарии. Это еще не успел приготовить, но уже наелся. И такое количество вкусного, наверное, только на открытии студии возможно. Я редко смотрю кулинарное шоу, но если смотрю, то потому что это интересно, можно чему-то новому научиться. Я в ТикТоке смотрела, как готовить корейскую курицу. Это было очень вкусно, я ее приготовила. Вопреки советским стереотипам об уроках технологии, тут рука об руку мальчики готовят вместе с девочками. Юра Ковалев свое будущее связывает с инженерией или компьютерными технологиями. Но как настоящий мужчина, сам готов занять место и у плиты. Разве айтишник не может проголодаться? Тебе хочется есть, но в холодильнике есть предметы, которые просто так и не едятся. И вот кулинария как раз решает для того, чтобы банально поесть, приготовить. Пока в их арсенале пара простых рецептов и возможность приготовить яичницу, макароны или пельмени. Поваренная книга явно станет больше после открытия кулинарной студии. Я бы очень хотела научиться готовить пиццу настоящую, как в Италии, например. Вообще, я бы очень хотела научиться готовить борщ, как моя мама, потому что у нее очень бесподобный борщ. Не обязательно же готовить, как мама, можно свои какие-нибудь фишки добавлять и будет твой фирменный борщ. Вообще, в 619-й школе к урокам технологии подход особый. Их разделяют на два модуля. В первом, современные технологии, робототехника, 3D-графика, промышленный дизайн. Во втором, более привычные прикладные дисциплины, обработка металлов, дерева, композитных материалов, шитье. И вот теперь это студия. Мы в этом году перешли на новый формат преподавания предметной области технология. И отдельным модулем выделяется у нас вот такое кулинарное искусство, я бы сказала. Поэтому с удовольствием ребята сейчас вступят в эту такую экспериментальную деятельность по приготовлению самых разнообразных блюд. Сегодня кулинарный поединок оценил шеф-повар, автор книг по кулинарии, видеоблогер Илья Лазерсон. В открытии такой дисциплины в школе он видит решение куда более глобальных вопросов. Такая студия, такой процесс еще и уводит детей от вредной еды. Я хочу, чтобы они забыли дорогу в эти фастфуды. А если забыть дорогу, чем их тогда? Что им дать как альтернативу? Заменить. Вот тебе как сварить макароны, как сделать омлет. К открытию кулинарной мастерской отготовились тщательно. Разработали дизайн-проект, закупили необходимое оборудование, плиты тут, например, индукционные. Рядом блендеры, духовой шкаф, микроволновка и все самое необходимое. Помощь в создании кабинета оказала депутат законодательного собрания Елена Рахова. У нас в школе был урок кулинарии. Мы всегда готовили такие вкусности, и их удавалось даже домой приносить. И вся семья была в таком восторге на этих уроках. Мы прошли все те азы, которые до сих пор я в своей жизни применяю. Сегодня они говорят, что постараются не пропускать уроки технологии. Дело далеко не в большом количестве взрослых рядом или вниманию телекамер, а в том, что готовка пусть и не станет делом всей их жизни, но навык точно пригодится. Александр Одинцов, Александр Аксенов, телеканал Санкт-Петербург. В завершении выпуска о погоде. Завтра в Петербурге днем местами пройдут дожди. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Ночью без осадков и похолодания до минус 1. На дорогах местами гололедятся. Будьте внимательны и осторожны. Редактор субтитров А.Семкин Такие были новости на сегодня. Прямо сейчас в прямой эфир телеканала Санкт-Петербург продолжит моя коллега Екатерина Ингалычева с новостями спорта. Екатерина, добрый вечер. С чего начнете? Начнем с футбола. Про Хорватию забываем и ждем потенциальных соперников в стыковых матчах. Обо всем подробнее прямо сейчас. Продолжение следует...